Многие из вас уже в курсе дела, связанного с жестоким убийством 18-летнего Романа Осаенка зимой 2010 года в Сыктывкаре. Напомню, что в настоящее время уже отец погибшего подозревается в преступлении по второй части статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. По данным следствия, Сергей Саенок совместно с другими лицами с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также под угрозой применения насилия, вывезли Константина Котова, одного из осужденных условно по делу об убийстве сына, за пределы Сыктывкара в лесополосу, где тот находился два дня. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс, в том числе и на федеральном уровне. Есть и те, кто целиком и полностью оправдывают действия отца убитого. Подробности в материале Евгения Райкина. Было ли это похищение, пожалуй, самый противоречивый вопрос во всей этой истории. С одной стороны, парень вроде и был похищен, и в то же время утверждается, будто сам сел в машину. Вроде и насильно удерживали, но в то же время нет даже следов от наручников. Тоже и с побегом. Котов утверждает, что с помощью веточки открыл наручники. Но кто же поверит в это чудо? А Осайонок-старший говорит, что просто отпустил свою жертву. Как бы то ни было, история вызвала резонанс в обществе. И вопрос справедливости приговоров годовой давности поставила ребром. За два года в комнате старшего сына ничего не изменилось. Фотографии, личные вещи. Время от времени Сергей Осайонок заходит сюда, чтобы протереть пыль и подержать в руках мобильник. Единственное, что не забрали у сына. Два года Осайонок-старший бегал по инстанциям. Пытался добиться справедливости, но безуспешно. Все два года посвятил в этой борьбе. Писал, ходил, звонил. Мне просто улыбались и все. Последний раз, последний вот, я сейчас не помню, адвокат помнит фамилию женщины, которая последний раз проводила расследование. Она мне прямо сказала, что мы, конечно, знаем, что это взяли они вещи, но доказать не можем. После смерти Романа здоровье отца резко ухудшилось. Теперь близкие переживают за его состояние. За ним обязательно сейчас нужно присматривать. То есть его психическое состояние вызывает большое опасение. Его физическое состояние также вызывает очень большие опасения. Впрочем, сдаваться Сергей Осайонок не намерен. Говорит, во что бы то ни стало, доведет дело до конца. Виновные в смерти сына должны ответить по всей строгости закона. Именно закона. Хотя многие расценили поступок отца как самосуд. Сергей Осайонок утверждает, никакого похищения и уж тем более расправы и в мыслях не было. И он через каждые пять минут спрашивает меня, здесь Сергей, вы меня не убьете? Я говорю, да успокойся, никто тебя не убьет. Вы расскажи все, как было. До вечера так мы ничего не договорились. Я говорю, хорошо. Он говорит, отвезите. Я говорю, я тебя это отвезу потом домой. Ты мне все расскажешь, я отвезу домой. Дальше последовало три дня психологической атаки с попыткой узнать всю правду о событиях двухлетней давности. И как признался Осайонок-старший федеральным журналистам, он добился от Котова того, чего не учел суд при вынесении приговоров. Все-таки он мне рассказал, как все это было. Он рассказал, что к этому делу причастен семичастный. Отсюда у него нет никаких повреждений. Что они ждали их. Семичастный сообщил им, каким образом они пойдут, по какой дороге. Они планировали, что моего сына будет с собой порядка 20 тысяч, они ожидали. Они окружили, знаете, как волчат со всех сторон. Рома туда-сюда, туда, со всех сторон. Я был так расстроен, что практически все мои сомнения, которые я считал, они подтвердились. Я просто пил стакан за стаканом, знаете, вот так вот. Ну и чтобы, как говорится, не наделать глупостей, я просто его выгнал. Илья Семичастных – это тот самый друг Романа Осайонка, который в момент нападения находился рядом. И по одной версии он успел убежать, по другой – стоял рядом с нападавшими. Не стыковка показаний, показания других свидетелей, которые не были приняты во внимание. Семичастному предлагали проверку на детекторе, он отказался. Не может Ирина понять и почему, когда расследовали смерть сына, с фигуранта взяли только подписку о невыезде. А сейчас, когда никто не пострадал, второго подозреваемого в похищении держат в СИЗО. В этот трудный час многие поддерживают семью Сергея Осайонка. Пишут в интернете, звонят по телефону. Событие развивается таким образом, что родители недовольны. Общественность сегодня в опасении, что преступники ходят на свободе. Один из них уже получил срок по другой статье. Четверо сегодня свободно гуляют по улице, совершенно не раскаившись содеянным. А вот это очень страшно. Как разрешиться эта история, неизвестно. После громких материалов на федеральных каналах, семья Романа Осайонка ждет реакции от правоохранителей. Ждет, что дело будет пересмотрено. Евгений Ракин об итогах самого резонансного события недели. Я пригласил к нам сегодня члена общественной палаты Коми Дарью Шучалину, которая в эфире НТВ призвала прекратить уголовное преследование Сергея Осайонка. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Почему именно это дело? Ну, это дело, во-первых, очень резонансное, а во-вторых, я думаю, оно может собой создать некий прецедент того, как у нас в республике Коми и, соответственно, в стране вершится правосудие. Что вы имеете, Юля? Я имею в виду, что был по первому делу совершенно несправедливый приговор. То, что происходит после этого приговора, оно, в принципе, логично и ожидаемо было. Потому что, когда семья не дождалась правосудия, справедливого и законного, то, безусловно, есть некая определенная реакция, обусловленная тем, что человек находится в состоянии стресса, в состоянии траура и в состоянии возмущения тем, что у нас произошло в суде. Поэтому дело важно с точки зрения прецедента для того, чтобы на будущее жители Коми могли понимать, могут ли они рассчитывать на честный и справедливый суд. Вы не рассматривали возможность другого прецедента? То есть, допустим, закрывают уголовное дело, и для многих, ну, пускай не для многих, а некоторые могут воспринять это как индульгенцию для самосуда. Нет, вы знаете, я думаю, что так рассуждать, наверное, не совсем правильно. Просто потому что, ну, конечно, во-первых, не дай бог вообще кому-то оказаться в такой ситуации, чтобы возникли мысли о каком-то самосуде. Вот, но тем не менее, я думаю, что даже если вот этого удастся добиться, и будет прекращено уголовное преследование отца, убитого студента, то я думаю, что ни один человек в здравом уме не расценит это как знак того, что, значит, можно своих обидчиков, значит, куда-то там вывозить и что-то там от них требовать. Я думаю, что в данном случае речь будет идти о том, чтобы хоть каким-то образом морально компенсировать человеку те переживания, которые он испытывал в течение двух лет, и которые и привели его вот к таким, ну, на самом деле, конечно, неадекватным действиям, но это при условии, если суде будет доказано, что на самом деле имела место именно такая версия преступления. То есть вы полагаете, если бы это дело не вышло на федеральный уровень, то, в принципе, никакого бы развития и не было? Вы знаете, вот я сужу просто по первой ситуации, я думаю, что если бы удалось привлечь внимание федеральной общественности и российских СМИ к первому делу о гибели студента, то я думаю, мне так хочется надеяться, что, наверное, и не были бы такие, ну, мягко говоря, неадекватные приговоры по этим шестерым молодым людям. И слава богу, что федеральные СМИ и федеральная общественность обратили внимание на это дело, я думаю, что все-таки и следствие, и суд задумаются, прежде чем, ну, как бы вот, расставить точки над «и». Ваши дальнейшие действия? Мне удалось выйти на министра внутренних дел нашей республики Анатолия Жуковского. Что немаловажно, Анатолий Николаевич обещал проведение такой проверки с тем, чтобы выявить, оказывалось ли какое-либо давление на следствие и на суд, потому что одна из версий, которая, ну, на уровне слухов, но тем не менее, как бы она очень активно сейчас обсуждается, что пятеро человек из шестерых получили условные сроки только потому, что нужно было огородить от, значит, лишения свободы одного из этих молодых людей, у которого родители связаны с правоохранительной системой. А второе, я являюсь членом общественного совета при Следственном управлении Следственного комитета по КОМИ, и вот буквально в следующий понедельник я выйду на господина Басманова и предложу внепланово собрать заседание нашего общественного совета, потому что очень хочется понять все-таки позицию следствия. Мы все очень надеемся на торжество правосудия, как в первом и во втором деле. Благодарим вас за то, что пришли и успехов вам. Спасибо, что пригласили. Прокуратура Сыктывкара на днях через суд потребовала от местных властей ликвидировать единственный в городе полигон бытовых отходов, поскольку он расположен на территории населенного пункта. Напомню, он находится в районе радиоцентра Эжвы и действует с 1966 года. О внезапности требования закрыть свалку знает больше Эдуард Бушуев. Эту свалку открыли 46 лет назад, практически в начале строительства в Эжве, ЛПК и Большого микрорайона. За эти годы сюда свезли миллионы тонн мусора, поэтому площадь полигона разрослась до 11 гектаров. И вот сейчас поднимается вопрос о его закрытии. Прокуратура настаивает, этот объект серьезно нарушает требования федерального закона. Под пристальное око надзорного ведомства Эжвенская свалка попала весной этого года. Жители района строителей пожаловались в столичную природоохранную прокуратуру на сильное задымление со стороны полигона. Люди, которые, мягко говоря, не рады соседству с дурнопахнущим ЛПК, были возмущены еще одной газовой атакой. Он причем такой ядовитый, понимаете, что просто видишь на балкон, закрываешь, он через окна проходит, за дымом. Его никак невозможно, понимаете, это что закроешь плотную, дышишь и комнате уже заходит. И очень много кашляют дети, очень много болеют дети. Так что у нас вот такая проблема с этой свалкой. Разобраться с проблемой мэр Сыктывкара Иван Поздеев поручил недавно назначенному главе администрации Эжинского района Александру Калинину. Претензии муниципалов были прежде всего адресованы пользователю полигона. Фирме «Экосфера», которая входит в группу компаний «Экотехнологии». Особенно местных чиновников возмутил один вопиющий случай. Были обращения ночью на пульт дежурного и в администрацию, и на пульт нашей пожарной охраны. Действительно, два пожарных наряда приезжали сюда, но постояли возле проходной и все. То есть туда, собственно, на поле полигона их не пустили. А кто их охрана не пустил? Да. Только когда властин пригрозили компании закрыть полигон на 90 дней, сюда начали в экстренном порядке завозить грунт и засыпать очаги возгорания. По требованию прокуратуры устранили еще одну проблему. Очистили дорогу на полигон от хлама, который падает с мусоровозов во время движения. Тем не менее, за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзор оштрафовал субарендаторов на 10 тысяч рублей. Экосфера были привлечены к административной ответственности в соответствии с статьей 6.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации в связи с тем, что вот эти канавы были замусорены и захламлены пластиками, бутылками, мусором. Как мы сейчас видим, повторной проверкой определено, что мусора нет, мусор убран. В ходе проверки прокуратура выявила еще одно серьезное, можно сказать, глобальное нарушение. Полигон ТБО находится в городской черте, а это вообще вне закона, об отходах производства и потребления. В связи с этими нарушениями, выявленными в ходе проверки, прокурором района Сыктывкарский городской суд, как уже говорилось выше, направлено исковое требование о принятии мер по ликвидации свалки, твердых бытовых отходов и обязательно проведение мероприятий по рекультивации данной земли. Надзорное ведомство выяснило, городские власти в лице Романа Зенищева в 2009 году передали на краник льготных условиях полигон в аренду компании «Экоспектр», директором которого была, что любопытно, нынешняя супруга мэра Полина Голованова. Прежний распорядитель земель Эжвинский жилкомхоз якобы добровольно отказался от этого земельного участка. Новая компания получила 11 гектаров свалки с ежегодной платой всего в 30 с небольшим тысяч рублей. Поражает срок аренды – 49 лет. Такой период, в принципе, должен предполагать какие-то далеко идущие планы по развитию объекта. Ни город, ни его жители таких планов не почувствовали. Мы достаточно много встречались с экотехнологиями, с «Экоспектром» и действительно задавали им вопрос по поводу перспективного плана работы на какую-то короткосрочную, долгосрочную перспективу, но ответов не получали. Совместно с прокуратурой, руководителем эжинской администрации Александром Калининым, наша съемочная группа выехала на проблемный полигон. «Представители экотехнологии сначала встретили нас довольно прохладно, впрочем, после включились в диалог». По словам одного из руководителей компании, Михаила Решетникова, вопрос о неизбежности закрытия свалки они сами поднимали на совещание в столичной мэрии. Дело в другом. Куда сейчас вывозить отходы? Проект нового полигона в Мандаче пока стадия разработки. «Здесь мусоровоз может за один день сделать пять рейсов, а если он будет ездить там, допустим, до Мандыша, с города, он будет делать один рейс, два рейса. Ночью мы работать не можем, у нас есть Санкт-Пин, который заключает ночью работать. То есть там до семи часов нельзя шуметь. Здесь есть такая позиция, ничего не стоит той экологии, которую мы сегодня даем городу и жителям». Другой заместитель генерального директора Николай Руднев считает, в случае закрытия Эжинского полигона вывозить мусор в Дырнас тоже будет слишком накладно. «Мы как специалисты молодые прекрасно понимаем, это же коллапс. Если сейчас закроют Эжеву, мы здесь ничего не теряем. Жилкомхоз, который обслуживает и вывозит мусор в Эжеве, его топливная составляющая, даже не заложено это в тарифах, ему придется ездить в Дырнас. А сможем ли мы принять, потому что мы ответственны сейчас и за полигон в Дырнасе, а наши экологи сейчас делают заключение о том, что нет». Отметим, что компания «Экотехнологии» в последнее время действительно попала под пристальное внимание региональных СМИ, в том числе и за руководителя компании Полины Головановой и ее супруга Романа Зенищева. Некоторые издательства отмечают, экс-мэр опять рвется к власти, чтобы защитить бизнес-интересы своей семьи, пошатнувшиеся после его ухода из большой политики. Информацию подтверждает и сам бывший градоначальник. В интервью некоторым газетам он заявляет, что над многомиллионным коммунальным бизнесом его семьи сгустились тучи. В самой компании «Экотехнологии» пытаются дистанцироваться от своих политических акционеров и уверяют, у директора компании, жены Романа Зенищева, хорошие деловые отношения с представителями нынешней администрации города. Ну вот говорят, Зенищев, Зенищев, Зенищев. Мы там смотрим какую-то его там программу. Роман Валерьевич никакой темы к экотехнологиям КУКа не имеет. Полина Николаевна, наш руководитель, мой коллега и товарищ, который очень радеет за будущее Сыктывкара. Уезжать, кто бы там ни говорил, она отсюда никуда не собирается. Впрочем, сама по себе проблема мусорных сволок, даже без какого-либо политического подтекста, и так сверхрезонансная. Вслед за Эжевой вопрос о закрытии может встать и по Дырновской свалке, и перед полигонами промышленных предприятий, тем же ЛПК. Эту проблему можно решить, если перенести на карте городскую черту за пределы полигонов. Эдуард Бушуев, Игорь Данилов, Олег Жаковский о пугающих прецедентах в мусорной отрасли Сыктывкара. Наконец, культурные итоги этой недели. В рамках музыкального фестиваля шедевры и премьеры, который проходил с 24 по 26 сентября, на Сыктывкарской сцене впервые выступил итальянский тенор Рафаэли Сеппе. В концерте под названием «Оперные шедевры» он исполнил ари и дуэты из опер итальянских композиторов. За несколько часов до выступления нам удалось пообщаться с итальянцем на оперные и отвлеченные темы. Эксклюзивное интервью Юргена прямо сейчас. Синьор Сеппе, вы большой поклонник оперы в целом. Ваш любимый русский композитор и опера. Я очень люблю Чайковского и его «Пиковую даму». И надеюсь, однажды мне придется исполнить партию Германа из этой оперы. Это прекрасное произведение. Говоря о личной жизни, какую музыку вы слушаете вне оперы? Вообще, музыка для меня очень сложная материя. Она не должна расслаблять. Ни в коем случае она не должна быть пустым фоном. Это как поэзия. Нельзя одновременно мыть посуду и слушать поэму. Нужно ощущать энергетику и мысли автора, если они есть, конечно. И с предпочтением музыки, после классической, я могу послушать поп. Что конкретно? Мне нравится Фрэнк Сенатора. Сенатора? Вы называете Сенатору поп-музыкой? Да, он мне очень нравится. А если говорить о современниках? Мне нравится произведение Уитни Хьюстон. Очень сильная исполнительница. Возвращаясь к классике. Классическое направление музыки нельзя назвать самым популярным в наши дни. Вы знаете, как сделать ее доступнее для молодежи в частности? Нам повезло, что мы живем в просвещенный век. У нас есть интернет, и всем доступна абсолютно любая музыка. Я думаю, что проблема в институте образования. В каждой стране, в каждом городе необходимо через различные формы преподавания рассказывать детям о классике. Необходимо финансировать такие направления. Когда и учителя, и молодежь будут действительно иметь представление о том, как прекрасен мир классической музыки, интерес к ней будет выше. Надеемся, так и случится. Спасибо за беседу. Желаем вам хорошо провести время в Сыктывкаре и удачного концерта. Спасибо вам. Желаю всем всего хорошего. Это все итоги недели. Смотрите нас через 7 дней на телеканале Юрген и в сети интернет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова